Король Франции Карл VI правил самой процветающей страной Европы. Он был счастливо влюблен в свою жену, у них было трое детей. Поданные называли его Карл возлюбленными. Но внезапно все изменилось, когда в 1392 году всего за 56 СУ он заказал колоду карт Таро у художника Гринганье. В тот же год с криком вперед, вперед на предателей. Он нападает на своих собственных рыцарей, и мгновенно убивает одного из них. После этого вспышки безумия мучают его всю жизнь. Он перестает узнавать свою жену, грубо обращается с ней и с детьми. В результате два его сына умирают еще в детстве, а в стране начинается гражданская война, которая продлится более 20 лет. Было ли это проклятием Таро, мы не знаем, но жизнь у целой страны резко поменялась в один год. Здравствуй, странник! И добро пожаловать в мир императоров, королей и царей. Речь сегодня пойдет про старший аркан императора. Поддержи следующее путешествие лайком и подпиской. Сохранилось множество карт император ручной работы 15 века. Только из колод Висконте с Форца, три разных варианта. Интересно, что на шапке каждого императора на этих картах можно увидеть такого же орла, что был на гербе с Форца. Одна из сохранившихся карт того же периода входит в так называемую колоду Ротшильда. Колода не случайно названа фамилией, ставшей синонимом баснословного богатства. Лично банкир Эдмон де Ротшильд подарил ее Лувру. А еще, кроме собственной финансовой империи, Ротшильд финансировал и создание вполне реального государства. Именно на его деньги, в самом начале 20 века были выкуплены практически 500 квадратных километров земли в Палестине. Владельцем значилось еврейское колонизационное общество, что позже стало основой для создания государства Израиля. Вернемся из века 20 в 19. Самое скандальное событие того времени – коронация Наполеона. На карте император Тароли Норман Бонапарт в костюме для коронации собственной персоной. Про скандал на коронации я уже рассказывал в ролике про карту римского папы. Если вкратце, то Наполеон вырвал корону из рук Пия VII и короновал себя сам. Этим он подчеркивал, что под словом «император» он понимает слово «полководец», как это было в Римской империи, а не нелюбимое в тот момент слово «король». Поэтому, когда знаменитая гадалка Ленорман предсказала ему разгром в Россию, он выслал ее из Парижа. Впрочем, это не спасло его от поражения. Из XIX века сохранилось много карт император самых разнообразных колон. И Пьемонская Таро, и Таро Освальда-Вирта. И они во многом похожи на более ранее колоды Марсельского Таро. К тому же периоду относится и легенда про другого императора, Российской империи. Александр I был очень эксцентричный правитель. И увлекался эзотерикой, поэтому, когда он въехал в Париж, то не мог не встретиться с мадам Ленорман. Она ему предсказала, «Если Александр оставит трон, то проживет долго, а если нет, то скоро умрет». В 47 лет он умирает в Таганроге. Но есть версия, что умер двойник. А Александр под именем Фудор Кузьмич прожил отшельником до глубокой старости. После его смерти были найдены спрятанные записки, которые некоторые считают подтверждением легенды. Не меньше секретов скрывает и карта император колоды Таро Артура Эдварда Уэйта. В правой руке император держит египетский крест Ангх. Дословно в переводе с египетского Ангх означает жизнь. Крест – символ жизни. Круг – символ вечности. То есть Ангх намекает, что император бессмертен. Скипетр без венчающего его креста указывает на то, что власть императора земная. Рыцарские доспехи говорят о том, что в любой момент император может подняться с трона и выдвинуться в военный поход. Вершины гор за спиной императора высоты, которые еще не достигнуты, но будут покорены им. А вот Папюс в своей книге «Предсказательная Таро» называет эту карту лишения, описывая ее словами «ограбление», «кража», «потеря». А на изображении мы видим фараона Сангхом в руки. Кстати, в Российской империи сам Папюс бывал трижды. Естественно, Николай II, знаменитый своим мистицизмом, не мог не познакомиться с ним. Более того, Папюс предсказал трагическую смерть последнего императора России. Интересно, что сам Николай II тоже появлялся на карте, но не Таро, а колоды игральных карт русский стиль, изданных к 300-летию дома Романовых. Алистер Кроули свою карту император описывает как аллегорию власти. Главный знак зодиака карты Овен. Два овна стоят за спиной императора, а еще одна голова украшает скипетр. В левой ноге императора лежит агнец с флагом. Он символизирует, как работает власть. Дикие независимые овны превращаются властью в послушное стадо овец. На державе в левой руке мы видим Мальтийский крест. Изначально это символ ордена госпитальеров. Интересно, что император Павел I ненадолго ввел Мальтийский крест на герб России. А вот двуглавый орел всегда находился на гербе Российской империи. И его же мы видим на щите императора. Впрочем, двуглавый орел один из древнейших символов, и его изображения сохранились с эпохи Хетского царства, то есть еще с 13 века до нашей эры, и в индуистской мифологии под именем Гандабиронды. Последним императором, которому удалось удивить весь мир, был император Японии Акихито. 30 апреля 2019 года он отрекся от престола после 30-летнего правления, хотя обязан был править пожизненно. На этом мое видео подошло к концу. Поддержите следующее путешествие в мир Таро лайками и подпиской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова